крушение лайнера лакоуния это лайнер построенный компанией swan hunter and вигом ричидсон был спущен в апреле 1921 года и совершил свой первый рейс в мае 1922 года из саутгемптона в нью-йорк оснащен шестью паровыми турбинами мощностью 2561 лошадиных сил помимо пассажирских помещений было пятьдесят четыре тысячи восемьдесят девять кубических футов охлаждаемого грузового пространства 21 ноября 1922 года он начал кругосветное путешествие по чартеру компании american экспресс которая длилась 130 дней перевозя 347 пассажиров в основном отдыхающих это было первое непрерывное кругосветное плавание позже названное первым кругосветным круизом лайнер лакоуния в основном плавал на трансатлантических рейсах кунард ливерпуль бостон нью-йорк с конца весны до начала зимы а с января по апрель использовался в длительных круизах в более теплые края 8 сентября 1925 года столкнулся с британской шхуной в атлантическом океане лайнер отбуксировал шхуну за 120 морских миль прежде чем передать ее другому буксиру 24 сентября 1934 года лайнер попал в аварию у побережья сша во время путешествия из бостона в нью-йорк в густом тумане он врезался в левый борт грузового судна pen royal оба судна серьезно пострадали но смогли продолжить движение своим ходом лайнер лакоуния вернулся в нью-йорк для ремонта и возобновил плавание в 1935 году 4 сентября 1939 года адмиралтейство реквизировала лайнер и преобразовала его вооруженный торговый крейсер после испытаний у острова уайт на него погрузили золотые слитки и он отплыл в портланд и галифакс следующие несколько месяцев он провел сопровождая конвои на бермудские острова и посреди атлантики 9 июня он сел на мель в бассейне бетфорд в галифаксе получив значительные повреждения в октябре его пассажирские помещения были демонтированы а некоторые участки заполнены бочками с маслом чтобы обеспечить дополнительную плавучесть чтобы он мог дольше оставаться на плаву в случае торпедирования в период с июня по август 1941 года судно вернулась в сент-джон и было переоборудовано а затем вернулась в ливерпуль где до конца войны использовалась в качестве военного транспорта в сентябре 1941 года он был передан компании camel лет для переоборудования к началу 1942 года работы были завершены и в течение следующих шести месяцев он совершал боевые выходы на ближний восток в одном из таких рейсов судно использовалось для перевозки военнопленных в основном итальянцев в сентябре 1942 года в двухстах десяти километрах к северо-востоку от острова вознесения судно было поражено в правый борт торпедой выпущенной подводной лодкой you 156 в трюме произошел взрыв и многие находившиеся на борту итальянские заключенные погибли мгновенно судно сразу же взяло крен на правый борт и осела носом во время нападения судно перевозило 268 британских военнослужащих 160 польских солдат более 80 гражданских лиц и примерно 1800 итальянских военнопленных капитан приказал покинуть судно а женщин детей и раненых в первую очередь погрузить в спасательные шлюпки к этому времени палуба была затоплена водой некоторые из 32 спасательных шлюпок были уничтожены взрывами по словам выживших итальянцев многие военнопленные остались запертыми в трюмах а некоторые из тех кто сбежал и попытался сесть на спасательные шлюпки и спасательные плоты были застрелены или заколоты штыками в то время как большинство британских и польских солдат и экипажа выжили только 415 итальянцев из 1809 были спасены судно лакоуния затонуло носом вперед его корма поднялась до вертикального положения а многие итальянские пленные все еще находились на борту перспективы тех кто сбежал судно были лишь немногим лучше акулы были обычным явлением в этом районе а спасательные шлюпки дрейфовали в середине атлантики без надежды на спасение когда командир подводной лодки ю-156 понял что на борту находятся гражданские лица и военнопленные он всплыл чтобы спасти выживших и обратился за помощью командованию подводных лодок в германии было отправлено несколько подводных лодок все вывесили флаги красного креста и по радио сообщили о проведении спасательной операции на следующее утро самолет б-24 заметил спасательные работы хартенштейн подал сигнал пилоту о помощи который затем уведомил американскую базу на острове вознесения о ситуации старший офицер дежуривший там который позже утверждал что не знал о немецком радиосообщении опрометчиво приказал атаковать подводные лодки несмотря на то что экипаж ясно видел флаги красного креста они продолжили атаку выжившие толпились на палубах подводных лодок и буксируемых спасательных шлюпках поскольку самолет совершил несколько атак на подводную лодку немцы приказали своим подводным лодкам погрузиться бросив многих выживших после инцидента адмирал карл дениц издал лаконский приказ впредь предписывающий своим командиром не спасать выживших после атак французские корабли спасли 1083 человека со спасательных шлюпок и взяли на борт тех кого подобрали четыре подводные лодки и всего около 1500 человек выжили на судне погибло больше людей чем на титанике 6 и 7 января 2011 года в соединенном королевстве транслировали двухсерийный телефильм крушение лаконии